Всем доброе! Пятница пришла, 2 октября. День икс. Если сегодня ничего движника не будет, значит мы висим в выходные. Стоим, молотим уже, аккумуляторы заряжаем. Время 8 утра. Автономка не выключается. На улице ноль. Вроде с вечера было небо ясное. Сейчас опять какая-то вон. Гадость сыпется сверху. Думал, небольшой морозец будет, сухо. Нифига. Что, пойдем машину посмотрим. Еще не обходил, только вылез. Вчера 10 вечера как завалился. И вот до 8 утра сегодня дрых. Расслабился. Алексей Николаевич. Так, все на месте вроде. Ну, я не думаю, что тут что-то, какие-то проблемы могли бы быть. Ну, так. Внешний вид. Все. Принят рабочий. О, лампочка не горит. Понял. Пойдем возьмем отвертку, поменяем. Перегорело. Ждем, ждем. Ждем, ждем. Других вариантов у нас просто нет. Пацаны эти уже две недели, два дня стоят. Сегодня третий. Говорят, два дня назад вчера я их видел, приехали. Вот они приехали, и эти рубятки стали шевелиться, делать эту зону СВК, открывать. Причина в чем, что надо собрать все оборудование. Разгрузить его, только потом растаможить. Чтобы это сделать, нужна зона таможенного контроля на территории этого предприятия. Она, говорит, у них была, мне на таможне сказали. Но лицензия закончилась. Вот вчера был таможенник. Документы у нас собрали уже. Днем. Вчера был таможенник. Все это дело, вроде как, посмотрел здесь. Откроют им сегодня, дадут этот номер, присвоят. Не знаю. Не знаю, вечер. Очень хотелось бы. Стоять в выходные, никакого удовольствия и желания. Абсолютно нет. Была бы еще погода. Хотя бы солнечно, да днем сухо, тепло. Нужно было бы пойти куда-нибудь. Хотя, куда ты тут особо пойдешь? Куда тут идти? Идти-то некуда. Лес, тайга кругом. Ну вот так. Пойду лампочку поменяю. И будем умываться, застилаться. Кабину показывать не буду. У меня там рабочий бортак. Даже постель не застилал еще. Продолжение следует. Всем здрасте Суббота 3 октября Видите у нас все без изменений Чудес не случилось Мы продолжаем стоять Третья машина тоже не пришла Ну как бы моя четвертая По списку загрузки Пульбаши первая Еще должна быть российская Новгородская Но что то ее нет Еще не произошло Вчера звонил Товарищу Я говорю ну так что Ой ну что таможню Я не виноват Что они так не открыли Естественно так быстро зона СВХ Не открывается Я в Егорьевске 21 день просидел Прождал Пока она откроется Ну а здесь Не знаю В понедельник у меня доставка 5 октября У меня крайний срок доставки Поэтому Сложно сказать что будет Но очень хочется верить Что все таки в понедельник Они все таки все бумаги оформят Получат это свое разрешение И выкинут это наше железо Сюда А так я не знаю Ну доставку будут закрывать А дальше что Пока зону СВХ не откроют От нас отсюда не Мы не уедем Выгружаться некуда Так просто Нерастаможенный товар Просто на землю Выгрузить нельзя Груз Нужно выгрузить зону Хотя она и номинальная Эта зона Но все равно должна быть Огороженная Специальное разрешение Лицензия на нее И так далее Не все так просто С этими таможенными делами Вот Растамаживать уже все будет потом Когда Когда все свезут сюда Короче делать нечего Пойдем По местному По этому поселку Прогуляемся Но я так погуглил Посмотрел Из всех достопримечательностей В этом поселке Это только Крикатюна Глуховатое место Чего-то ходил тогда Магазинчики есть Там то у нас Даже вот заправка Какая-то терминал называется Вот Река Чунок Где-то туда Надо в тот конец Идти Подехать На речку сходим Уже кости болят Лежать в этой кабине Уже два дня Отлежал Сегодня Третий еще Завтра Катастрофа просто Опять раскабанею Как просто Прошлого рейса Приехал домой Будка утака Три килограмма Как какое-то разнообразие Как-то развеемся Так я понимаю Местная школа Вон там Наверное тут Разрисованный Это местный детский садик Скорее всего Логичным предположить Ну и детишки Тут вчера Отсюда Шлепали Ага Что там Средняя школа Номер три Ну а там Видно детский сад О Там очередные дрова Куда-то поехали Только что-то Не в ту сторону Ну а судя по всему Да не судя по всему А к речке Нам и теж Ну вот туда Конец поселка Пойдем Ну тут типа центр Вот тут спяток магазинов Там Прошли Ну и все Одна центральная улица И две боковые В общем-то и все Ну вон уже сколько прошел И еще непонятно Сколько идти Пока шел тут Загуглил В общем Октябрьский Рабочий поселок Называется С 1955 года На 2017 год Население составляло 4952 человека Почти 5000 человек Проживало Сейчас не знаю Скорее всего Наверное меньше А может и больше Дровишки Велюты на зиму Заготавливаются Сразу Сибирь вспоминаю Тоже Ширкутская область Вот так вот навезут Напилят Нам хвостами Притягивали Потом Дружбой Не два А просто дружбой Распилят И потом только Эти чурки колешь А маршрутка едет Бегает тут В Чунске Получается 14 километров На него Не знаю Может завтра В Чунске съездим А может и нет Посмотрим Как настроение будет Сосны красиво Здесь растут Прям посреди деревни Такая Рощица А здесь Это я не знаю Слышно вам или нет Это дятел долбит А вон он Вряд ли вы его увидите Наверху он там Лупасит Эту сосну Интересно так Прям посреди деревни Ну Уже в это 5000 человек Я не знаю Ну вот такой вот Мусор устраивать Ну зачем Неужели вот Мусорку нельзя бросить Этих тут и немного Но они тут есть О Корайонки местные Последнюю травку Доедают Да Да Смотришь Да Про тебя говорю Скоро будешь сено есть Всю зиму Ну может быть Сила саморазбавленная Так Короче деревня уже Поселок Прошу прощения Почти закончился Речка она вот Либо туда идти Либо туда Разницы нету Тут идти просто По дороге А здесь вот сейчас Через железку Перепрыгнем Параллельно улице Кстати Сухо хоть хорошо Дождя нету И снега мокрого Ходить можно Был бы Было бы влажно Мокрый Я бы не пошел У меня сапог Резиновых нет Утонул бы Короче Идем Конечные точки Нашего Похода Ой Тут даже автостанция Есть Ой Автостанция ЖД станция Чусь Электрички Останавливаются Чунский Тайшет Зато воздух Какой Свежий Тишина Просто Песня Вот В такую Глухомань Забрели Нет Решил Все-таки Типа Этой стороне Железки Я посмотрел Тут вот Эта дорога По которой я шел, просто решил по лесу пойти. Воздухом подышать. О, опять дятел где-то долбит. А, вон, на самом верху. Вот дерево вот это прямо. Вон на самой-самой верхушке. Ну, а не видно. А у меня камера не приближает. Здесь тут то ли мост, то ли переправа. Что-то тут такое. Короче, уже совсем недалеко осталось. Вот до нее дойдем. Смотрите, здесь сока сухостоя повалено. Вот тут. И дрова в лесу заказывать не надо. Что он пришел, того сухостоя набрал. Тягай домой. Попилил, попилил. Рубить не надо. Колоть вернее. Смотрите, сколько тут сухого. Ну, если вдруг там дрова под весну заканчиваться начнут, так что, пошел. Хотя тут снега будет по пояс. Все это будет в снегу. Ну, раскопать можно при желании. Мы идем воздухом дышим. Какой воздух свежий, чистый. Вот мы и причапали. В общем, нету тут никакого моста. Ну, пешком так получается по железнодорожному можно перейти. Ну, я имею в виду, кроме железнодорожного. А так вот все к тебе на той стороне, чтобы сюда попасть, надо вот так вот, получается, ехать. И там, как мы ехали, переезжали мост через Чун. Сама река. И вот что я сейчас подумал. Наверное, здесь пляж. Видите, доска, наверное, пацаны купаются. Летом. Надо. Сейчас-то нет. А ближе к весне, короче, покупать спиннинг. Удочка-то удочкой, хотя вот тут вот в этой заладе можно было бы закинуть. Как раз вот вода стоящая. Можно было бы удочку, конечно, покидать. А так вообще на спиннинг было бы вообще классно. Надо обзавестись. Я надеюсь, она меня выдержит. Как вы думаете? Нет, я не пойду. Что-то нырять в Чун, в мои планы, не входит. Видите, аж широкая какая. Да, здесь вот по этому бережку бы с таким удовольствием можно было бы пройти и спиннинг побросать. Обязательно надо обзавестись к следующей весне. А на удочку? Ну что тут на удочку? Что у меня есть? Только батон. Где тут каких червей уже буду искать? Уже заморозки. Кого ты тут словишь? Хотя, может, ты поймал кого-нибудь. Вот. Ну тут по расстоянию получилось наверное километра с 4. Нормально так прошелся. Я думаю, тут бы какого окушка, бы щучку запросто бы мы здесь взяли. Сейчас тем более погода такая осенняя. Кормиться рыбка должна. Да. Поставим цель к весне. Ну вот, все. Что, пошли назад теперь? Грибов столько вот в этом лесочке. Охренеть этих маслят. Ну, правда, все червилые. Тогда вот здесь бы, конечно, удочку бы запросто можно было бы закинуть. Или вот туда вот, вон там выйдь все к берегу. Тут как раз течения нету. Ну, я ее забыл дома. Каюсь. Забыл дома удочку. Как-то не рассчитывал, что на рыбалку пойдем. Все. Пошли. Обратно. Пойдем обедать. Сижу, братцы, сижу. Никого не трогаю. Суббота. Уже время 5. Ну, стук в дверь. Смотрю. Бусик стоит возле меня. Открываю. Подписчик. Валерий. Привет, все, дружище. Он сюда, оказывается, на этот, на ЛДК людей возит. С Щунского. Сам из Щунского. Неожиданно, но крайне приятно. Короче, как не упирался. Так, ну вы тут не обращайте внимания. У меня тут стояночный рабочий бардак. Что, где? Вот. Привез сало, угостил копченое. Вы не представляете, какой стоит аромат. У меня уже слюнки текут. Сейчас попробую. Такой запах. А будто вот только с коптильной достали. И вот еще пакет орешков кедровых. Я отказывался, но спасибо, дружище. Ну, сказал, завтра, если у него получится, в воскресенье, поедет. Поедем тут. Я сегодня пешком ходил здесь по Октябрьскому. А так, поедем в Чунский, съездим. Я думал, завтра съездить Чунский сам. Но если он подъедет, заберет, все расскажет, все покажет, что да как, я думаю, будет интересно. Заодно с пользой, время проведем. Воскресное. И вам должно быть интересно. И у нас время пройдет. Думаю, будет нормально. Спасибо. Огромное. Сейчас попробую. Ой, запах какой. Сейчас у нас уже стемнеет. Туда-сюда. Скоро спать. Ну так, глядишь, и выходные пройдут. Быстро и с пользой. Всем привет. Воскресенье. Наступило, как я говорил, Валера не соврал. Приехал за мной. Я знакомлю вас. Валерий. Валерий Чунский. Я вам вчера его сало показывал. Сало пробовал. Класс, вкусно. Вот едем на небольшую экскурсию по местным достопримечательностям. Сейчас мы сделали в Чунском. В центру подъезжаем. А я тут был. Ну не тут, но где у вас таможня. Таможня, да, маленькая. Вот я на таможню вчера. Ну, когда сюда ехал, я заезжал. Это вот по той улице, по-моему, да? Да, да, да. Вот сейчас у нас центральный вокзал. Это главное у нас улица унисаления. Вот, вот я на нее заезжал. Так, а получается, это Чунский же, не город, да? Нет, это поселок. Поселок городского. Нет, сейчас он уже не городского типа. А что это за электрички тут? Куда-то электрички. И Тайшет. А, ну, Сихаревка. То есть, Братск Тайшет, да? Да, да. У Кратск Тайшет и к нам вот у нас здесь. У нас, как раз, есть точка основная. Вот это ледный. Я в курсе. Где-то таможню дальше, по-моему. Да, да. Ну, на практических центрах где-то таможню. Ну, там здание такое маленькое. Понятно. Что еще интересного здесь? Наверное, кроме леса, так и особо, да? Да, кроме леса ничего. В принципе, Тайга кругом. Лес закончится и делать нечего будет здесь. Кругом вокруг одна Тайга, да? А что тут с комарами, когда жарко? Нет, комаров у нас, как бы, скажем, нормально, да? Нормально, да. Как бы так, конечно, чтобы там критично было что-то. То есть, поедом не поедают? Нет, нет. Здесь у нас вот Рыу. Угу. Вот, вот, вот. Было раньше РКЦ, все это посократили маленько. Вот РКЦ, расчет на косу центра. Угу. Сейчас сократили вода, ЛевНВД. Вот, короче. А так, какие-то клубы, там, кинотеатр, чего-то, типа, такого. Нет, в принципе, это у нас, как бы, нормально все. Вот, центр театрального творчества, смотри. Это вот второй у нас клуб. Угу. Как называется, а там весь центр еще один у нас. Угу. Основной, как бы, такой. Да, у нас, как бы, там, и шел новый КДМР, как бы, построили все-таки нормальный корт. Сейчас у нас есть, мы можем сейчас хаб, где занимаются спортсменами, получается, как бы, сделали все равно нормально у нас, как бы, в этом плане. Все равно благоустроили. Асфальт немножечко везде, хоть в дворах начали уложить. Ну, тут вообще, какие-нибудь полные. Угу. А, там можно уже проехали. Ну, ладно. Да, да. С правой стороны будет. Да, вот Сбербанк там, получается. Да, да, да. Да, да, да. Оттажи там зайдет, получается. Да, да, да. Вот до сюда я уже, тут я уже не был. Ну, так еще. У нас, как бы, вот. Как серьезно, так и центры такие. Как у нас тут не просто так. Да, да, да. Ничего, агон. Вот это уже, грубо скажем, ну, центр. Самый центр, да? Центр нет. Дальше центр. Сейчас мы повернем на улицу. Мы проверим на центр. Ну, и дома высотные, ну, как, ну, пятиэтажки, то есть не все деревянное. Все деревянное. Не как бы у нас у нас. Ну, вот это в основном у нас, как бы, уже считается. Здесь центр, там, все. Школа номер 29. Сколько жителей? 1020-20-30, наверное, есть, да, в поселке? Поменьше. Меньше уже, да? Когда-то было больше, но сейчас все равно, наверное, готовы следить с наводнением еще, все поменялось. Так, а ты говоришь, у вас тоже это наводнение застало, да, вот это вот здесь, как учение, нет, а в основном топило это вот ближайший Октябрьский. Это вот я стою Октябрьский. И в основном деревня. Деревня, да? Да, деревня, вот у нас, как бы, считается, вот, спортивный комплекс, они построили там, там, у нас-то, стадион. Ага. Хороший, ну, вообще, сделали здорово, конечно. Ну, да. Да, у нас сейчас на данный момент, у нас считается, как бы, получше даже тайшетик, и к нам все ездят на соревнования. А тайшетик побольше город, чем чему-то узналная станция, конечно, но вот и побольше, как бы алюминиевый завод, там. Я через тайшет не ехал, я его объехал вокруг. Через Байронов? Да, через Байронов. Ну, вот этого, по-первых, как бы у нас сделали. Ну, понятно, понятно. Центральная улица, снова тусак, тусняк здесь есть, рестораны. Понятно. В основном сейчас торговля и бюджетники. С лесом уже не то. Тяжело, да? Тяжело, конечно, с тому народу, конечно, тяжеловато работать, стало мало. Все стали ездить по вахтам, съездят, потом приезжают, и вот так вот постоянно. То есть тут по месту, как бы, с работой проблема. Предприятия, особенно вот эти большие, которые было у нас, закрыли, и все стало очень туговато для народа. Все-таки сократили там 500 или 600 человек в этом районе, где-то точно. Поэтому вот оно было раньше, он один скелет. Ага, только эти стоят. Это было разгрузочное хвосты, когда привозили лес. Грузочное хвосты, все это они, козлы эти, все распилили. Все распродали. Все, вот там был металл, все. Одни только яйца остались. Стало бы все сдают, потихоньку поселок наш херит, как бы скажем. Понятно. Ну, как бы, везде какая ситуация. Я так думаю, где сидят, грубо говоря, на лесной отрасли. Да. Но особенно тут. Есть. А это дамба, дамба чего? Просто была речка. У нее здесь вот загородили, и получается, вот сейчас просто перетек и пошло. А, и все. И в чуну это все уходит. Да, в чуну, да. В чуну уходит. Они как бы сделали. Ну, так ничего. Рыба есть даже. Рыба, да. Рыба, да. Налим даже есть. Щука ловит. Это там у нас еще на горе поселок, они есть. Тоже как к чунскому относитесь? Да, это все есть. Это вот как бы, как микрорайонами у нас там наверху БАМ. БАМ. Да, называется БАМ, почему бы я так обговорил. Ага. Я смотрю, церковь большая здесь у вас такая вот. Да, церковь нормальная. Можно спать с этим, может, зато. Действующая? Действующая, да. Действующая, все тут как-то, можно, все проходит. Проедем туда до БАМа? Ну, да, конечно. Он как бы вот такой здесь. Ну, деревянненький. Деревянненький, да. Скажем, вот такого плана. Слово, сделан. Тут дороги вообще всю жизнь гравильная была. В этот год они вот полностью ее закатались. Ну, что, если, смотри, даже тротуар какой-то. Да, деревянненький, тротуар они сделали, да. Нет, молодец, все равно что-то старается, конечно. Старается, молодец, все равно. Буду бедно, тем более с такими положениями что-то делается в районе. И то хорошо. Да. Вот этот УАЗик главы администрации. Да, УАЗик. Значит, сейчас тоже, кстати, на УАЗике едем. Так, помню, серьезно. Значит, он тут что-то, видишь, что? Нет, все на контроле. Контролирует. Молодец, молодец. Сегодня хотя бы выходной. Ну, да, сегодня же воскресенье. Все дни он, как бы, это самое. Контролирует, контролирует. Молодец, я говорю, что в этом плане он все равно молодец. Как-то сам на контроле здесь. И поселки делали даже. Все равно, как бы, это. Ну, вот они все. Молодцы, ребята. А это мы решили в Лесогорск заехать. Ну, в принципе, это... Много-то не даже. Ничем не отличается особо. Особо не так. Только количеством людей, ну, из жителей. Молодец здесь у нас тоже. Действующая? Ну, выглядит... Так, конечно, мрачновато, да. Ну, это как бы центр, да, тоже вот? Миросогорск. У нас же везде улица Ленина. Ну, да, да. Одна улица, а потом к ней примыкание идет. Улица там все это так же. Ну, да. Тут ремонт делают, кстати. Крещатку сейчас положили. Потом дальше будут и наденут. А живет тоже вот за счет леса? Ну, да. В принципе, за что еще лесокурс, за счет чего еще жить? Да, это больше, по сути, нечего. Школа-интернат у нас тут есть. Лес. Ну, и бюджетники в основном. Понятно. Тоже школа. Там вот школа тоже. Здесь поселок. Сейчас мы едем на минеральные источники. Ух ты! Здесь минеральные источники? Да. Заинтриговал. Поехали. Источники. Так тоже интересно, откуда она? Мы же забурили скважину, получается, в те времена. И все она побежала, и все она бежит в грязь. Ну да. Пахнет, пахнет. Сероводородом. Серные бани в Грузии напоминает. Да. А это вот, ты говоришь, что это вот хотели... Да, в стройке времена хотели еще кончить. Дом. Типа отдыха, это типа, наверное. Ну да, да, да. Тонатория, может, такого, конечно. Все это загубили. Ну, и потом все это озерили. Так она вот так всю жизнь и кипет. А рыба есть в этом озере? Гальяна, в России. Больше никто не проживает. Ну, так вот я и говорю, что в этой воде. Да, да, да. Больше никто, кроме Гальяны, в колочном и все. Ясно. Да, а загубили? Короче, не успели открыть, да? Да, да, да. Получается. Сейчас подъедем тогда, козим хоть посмотрим. Только построили, и союз развалился. Все плохо. Да, только вот так вот все. Ну, на большой озерок. Угу. Вообще здорово такое. По крайней мере. Ну, зимой замерзает? Да, замерзает. И даже здесь, где втекает? И вода тоже зимой течет? Все течет постоянно. Точно не замерзает никогда, все текет, текет, текет. Где-то надо побежать, так стыдно. Ну, вот она, туда вот все это, это чай не край. Вот она все туда уходит, уходит. Угу. Далее все. Ну, небольшое. Место красивое такое, для отдыха. Да, да. Здесь вот раньше мы любить не были, но все. Ну, и сейчас купается. Угу. Мы не купались раньше. Ну, нормально здесь, да. Самое главное, что всегда она теплая. Ну, да. Сыр, я думаю, что теплая. Получается, тут тоже она начудила чуна тогда. Чуна, да. Чуна? Чуна. Как правильно, чуна? Чуна. Чуна. Даже сейчас еще вот осень пришла, еще вода все равно большая. Вода большая. Среди дождями эти все равно держится. А вот во время этого наводнения? Полностью вот эта вот вся территория вот была. Все-все-все было в воде, да? До самого верха, где белая машина там ездит. Нифига себе, какая тут вода стояла. А дорога? Все залита была. И дорога была залита? То есть проехать было невозможно? Через мост даже подошла. А, через мост шла. Потом есть. Ну-ну-ну. Еще себе. Вот это все. Почему вот лес стал такой вот пропадать там на высокой сильной воды? Угу. Пожел делать все края, где все пропало, потому что влажность высокая была, видать? Так вот тихонечко задохся. Да это все плавало. Тут все плавало. Тут перетекало. Где мы там, все перетекало так. Фига себе. А вода сильнейшая. Конечно. Да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, тут где-то вот... Не помню, где-то в этом месте, если не брать, какая-то повязочка была. Вон она. Вон она. В дереве там полоска. Угу. Ты нас там тут чуть не догнал, что ли? Нифига себе. Деревня. Я только тормоза услышал, думаю, нифига себе. Он просто летел, летел, он играет, парень под кайфом, наверное, едет, все нормально. Ё-моё. А раньше вот дорога была, чтобы что-то новое. Ну-ну-ну. Да, вот. Мы сегодня перестроили с Братской дорогой. С этой дорогой все это сделали. Ну, на Братск ты ехать не рекомендуешь, да? Нет, я не рекомендую. Никак. Понял? Вообще, там просто катастрофа сейчас. Я хотел ее даже снять. Братск. Ну, Братск потом. Я хотел ее снять и тоже выложить, показать людям, что, блин, какая дорога это еще, как мы живем. Там вообще 21 век, там нереально ехать. Зачем ее тогда строили? Я не знаю. Короче, от Тайшета сюда получается автобан по сравнению с тем. С Чуны туда. Ясно. Шумахер сразу. Тонированный и есть. Есть на приколе. Понятно. Здесь у нас в Октябрьске, в Павловске, Чунске. Грубоя, до границы. Там, где выход из Экранска, которая у нас дорога 130 метров. 130, да? Бездорожье. Бездорожье. Тут еще кусок. Вначале ничего, а там дальше... Все хуже и хуже и хуже. Там вообще катастрофа. Просто катастрофа. Там нереально есть. Ну что, спасибо за экскурсию. Не за что. Если ничего, звоните, обращайтесь. В любое время. Будьте у нас на Колыме, да? Да, заезжайте. Заезжайте к нам. Все, благодарствую. Был рад познакомиться. Ладно. Давай, удачки. Вам тоже всего хорошего. Огонь уазик. Валера. Ну, для этих мест. Все, прокатились. Часть-ка полтора тут по местам. Пойдем. Обед сегодня нечего, так тепленько. 10 градусов. Уже воскресенье. Завтра понедельник пойдет движняк. Очень на это надеемся. Ну, хоть погода наладилась. И то хорошо. Что земляков моих не видно. Валера. Продолжение следует...